Друзья, всем огромный привет! Вы на официальном канале клана RedHotRussianPapers, у микрофона ваш покорный слуга Блэйм Хоффман, и сегодня у меня для вас сразу две интересные новости. Лайфхак, как же всегда играть в топе своей команды в World of Tanks, и как собирается компания Wargaming реализовать бои 30 на 30. Об этом и многом другом прямо сейчас. Итак, буквально на днях в сеть просочилась информация о том, что якобы есть некий способ, который позволяет вам играть всегда в топе, вверху списка своей команды, играть против одноуровневых танков. И я думаю, что все, конечно же, хотят, чтобы всегда так было, для этого у нас есть льготные премы, но, представляете, вам можно это делать даже и без льготных премов. Сейчас я вам все объясню. Способ достаточно простой, вам не нужно никаких модов качать, вам не нужно нигде регистрироваться. В общем, все просто и доступно. Сейчас я вам разложу по полочкам. Итак, для того, чтобы всегда играть в топе, вверху списка, или как минимум играть против одноуровневых танков, вы должны просто-напросто в игре создать взвод и в одиночку выйти этим взводом в бой. То есть никого даже приглашать туда не нужно. Вы просто можете нажать кнопку в бой, подтвердить, собственно, то, что вы во взводе один и отправиться в бой. И в девяти случаях из десяти вы будете попадать в топ. Проверено народом, проверено лично мной, поэтому пользуйтесь на здоровье, пока компания Wargaming это все не золотала. А все мы знаем, что компания Wargaming очень долго, как обычно, исправляет свои совершенные какие-либо ошибки. А это не что иное, как ошибка или баг. Баг нового балансировщика, который был успешно завезен в патче 9.18. Вот такие вот пироги. Вторая вещь, о которой я сегодня хотел бы с вами поговорить, это новый формат боя в режиме линия фронта. На супертест был выкатен этот самый патч, который стал доступен исключительно супертестером. То есть обычные игроки поиграть в него не смогут. И там уже, в общем-то, запустили этот самый новый формат боя. Имеется две карты с названиями Великий каньон и Солнечная долина. Эти карты гораздо больше, чем вообще все карты в нашей игре. Их размер примерно 1.2-1.4 километра. В общем-то, условия победы, правила и все такое не отличаются от стандартного или встречного боя. Единственное отличие это размер команд. 30 игроков в каждой команде. 30 на 30. Рубилова, которого все так долго ждали. Но получится ли у компании Wargaming таким образом вернуть интерес к своей игре? Потому что, как показал супертест патча 9.19, который мы все с вами видели, ранговые бои, по-моему, ну, как-то, мягко говоря, не зашли. Потому что все ждали немножко другого. Не будет ли такого же с линией фронта? В общем-то, поживем увидим. Ну, а сейчас я, в общем-то, показываю вам эти самые две новые карты и как вообще все это происходит. Спешу обратить ваше внимание на то, что эти самые карты, они еще не доделаны. Поэтому вы сейчас видите на своих экранах совсем такую скудную графику. Эти карты готовы процентов на 30-40. И они не доделаны. Именно в таком виде они были выпущены на этот самый тест. Поэтому графика кажется немножко скудноватой. Поэтому не пугайтесь, это обязательно доделают. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. И все будет у нас очень круто. Что касается моего мнения, то, в принципе, очень даже интересно все это выглядит. 30 на 30. Настоящая бодрая танковая рубилова. Карты действительно большие. Нету столпотворения. Единственное, что немножечко, ну, люди не понимают пока что, как это играть 30 на 30. Здесь все стоят, все хотят что-то настрелять. Выкатывают свои любимые барабаны. СТ-шки в этом режиме заходят просто ну-ра. Тяжам очень-очень трудно. Ну, по крайней мере, таким тяжам, как, например, ИС-7. Потому что стадо СТ-шек на этих тяжей набрасывается. Словно вы смотрите National Geographic. И стадо тигров там набрасывается на одно такого большого слона. Поэтому на СТ-шках играть приятно. На тяжах тоже, ну, как бы приятно. Но не совсем так, как хотелось бы. К тому же, некоторые недоделки еще есть. Например, поскольку у нас бой 30 на 30, то дамага в этом самом бою вы будете набивать гораздо больше. И необходимо будет пересматривать все эти нормы для получения медалек. Мастер и так далее. А мастера получить пока что, ну, вот прям на тесте очень-очень просто. Потому что 30 на 30, куча танков, куча дамага, куча урона вы набиваете. И мастера просто заходят на ура. К тому же, я заметил то, что арта во взводе именно в этом режиме играется. Не знаю, не доделали это еще или все-таки будет арта играть во взводе именно в этом режиме. Пока что ответа на этот вопрос у меня лично нет. На сегодня это все. Мы обязательно продолжим следить за развитием этого самого нового режима под названием Линия Фронта. Если появится какая-нибудь инфа, обязательно с вами ею поделимся. Если вам понравилось это видео, жмите лайк, подписывайтесь на канал, а также вступайте в ряды красных русских перцев. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok